Ю-ху! Здарова! Выживающие. Надежду не оставляющие. Это Final Station. Мы с вами продолжаем, и мы полностью пустые. Так. Значит, постепенно тайны начинают становиться явными. О, блин! Прикладом не хочешь получить? Хорошо, убьет. Я тебе обещал, ты получил. Ладно, идем дальше. Так. Что у нас тут? Сквозь стену прошел. Молодец. Вниз, вверх, вниз, вверх. Ничего интересного пока нет. Добро пожаловать в пансионат Покой и Уют. Гостям пансионата предоставляется трехразовое питание и здоровительные услуги. Начало процедур в 8.00. Ужин подается в 9.00. Приносите свои приборы. Покидать стены пансионата без предупреждения запрещается администрации. Окей. Все, да? Стекла побью. Раз ничего нет, хоть со злости стекла разобью парочку стекол. Тут какой-то механизм внутри вообще. Я знал, что с этим домом что-то не так. Никто мне не верил. На той неделе пропал Мэтью снизу. А вчера забрали парня сверху. Я слышал, как они пришли за ним. Я следующий. Сомнений нет. Какой-то, слушайте, живой дом. Там не просто так все работает. Никого нет, будем знать. Так. То же самое. Виски. Виски, виски, виски. Балкончик. Отчет 403. Образец обработан, обездвижен, помещен в общее хранилище комнаты. Убрать, обновить белье. Новое заселение через 3 дня. Ага. БЛ-02. Как блок 02, да, получается? Вот те раз, а вот те и два сразу. Вот так тайны, вот так тайны. О, да. Чика. Будь здоров. И не болей. Все у тебя будет хорошо. Стекла хоть побью. Ух. Ты какой маленький, но дерзкий. Ничего подобного. Ничего подобного. Давай, коротыш. Я тебя тоже огрею сейчас. Все. Отлично. Патрон для пистолета. Банки. Блин, здесь вообще все повредило. Даже в холодреж не залезешь. Пинч. Серьезно. Ау. Козел. Что-то странное происходит в доме напротив. На той неделе я слышал крики, но это не то, что волнует меня сейчас. Опять снились эти символы. Старик рассказал мне про ущель в горах. На западе. Он считает, что они начнут оттуда. Если так, то я должен быть там, когда они откроют проход. Через юг я не смогу добраться. Срежу через метрополь. Капец. Патрон для ружья. Не густо. Не густо. Ну ладно. Привет. Стой, где стоишь. Ты с поезда? Да. Я машинист. Хорошо, извини. У нас тут двое. Трое. Нужно их забрать. Вот это я не знаю. На самом деле места уже не хватает, еды нет. Вот в чем проблема. И аптечек тоже нет. Я не поеду. У меня есть еще одно дело. Какое, интересно. Какое у тебя? А, понял. Нет, у меня еще есть патроны. Лучше о себе побеспокойся. Ладно, будь здоров. Не смеши меня, мне не выбраться. Забирай остальных. Хорошо. Поезд? Хорошо. Я буду ждать там. Ну хотя бы. Слава богу. Будь здоров. Хорошо, я постараюсь. Молодец. Так, все. Здесь никто больше не хочет никуда идти. Аптечка, еда. Вот теперь хорошо. Так, Дэвиду Роланду, начальнику станции NewCostfield. Подтверждение кода для блокаторов. 8376. Понял. Так. Ключ. Спасибо. Вот теперь у нас открывается все, что надо и не надо. С метро что делать? Вот в чем загвоздка. Мне все-таки... Я не знаю. Вот, вот, вот честно, первый раз не знаю, что делать. Что делать, ребята? Козлы, блин. Все, серьезно? Это конец? Сейчас, 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 сейчас. Эть, не успел. Все, две птички у меня есть. Капец. Я сюда пошел, рискуя вообще. Я думал, что здесь что-то будет толковое, раз уж тут сидят эти черти полосатые. Вы понимаете же, о чем я говорю? Ну, я тебя прикладом огрею тогда все-таки. Все, здесь нифигашечки нет. И к этому не проникнуть. К билетеру. Ой, беда. Это досадно и обидно, на самом деле, когда нифига у тебя нет. Две аптечки, один ключ и три еды. Ну, хоть и еда есть. И на этом спасибо. Привет. Так, давай, что ты там стоишь? Езжай. Быстрее. Что-то я дерзкий такой какой-то был. Я остаюсь дождаться Дэвида. Все. Ты больше не хочешь на контакт эти. 8376. 8376. Ну, поехали. Хорошо. Хорошо. Три еды, две аптечки. Нормально. Сейчас, думаю, справимся. Это уже лучше, чем ничего, потому что вторая серия, вы сами помните, там полный беспредел начался. Я вообще все слил, продал, продал еду и капец. Так, что ты хочешь? У меня ничего нет для тебя. Ты нормально, в порядке чувствуешь себя. Ты тоже в порядке, так что не надо. Мы были в торговом центре, когда все началось. Хотели бежать через парковку. Но они были уже там. Мы в безопасности. Дари, стали рукой подать. Ядреть твои кудреть. Что там происходит? Что за взрыв или что? Второе? Посещение? Серьезно? Какого? Что за? Я же про то говорю. Я... Головка часов заря. Будь осторожен. Но там же еще были люди. А, подорвали. Все, они просто подорвали этот городище. Я думаю, да. Так вот, что было в этом контейнере. А-а-а. Слава богу. Ура. Фиг ли вы радуетесь? Ура еще. Давай парня вылечим. Да. А это что за? Это главный завод. Нибельхерс. Да, ребята, интересно. В общем, зачищают города. Это как, знаете, как в фильме 28 недель спустя. Там тоже так же поступили. Напалмом просто сожгли, да и все. Ты задрал меня. Я тебе больше ничего не дам. Ты болеешь, но я тебе ничем не могу помочь. У меня аптечек больше нет. А вы уверены, что тут все в порядке? Главный завод работает. Не думаю, что эти твари смогли бы его запустить. Хм. Масштабненько. Очень смешно. Хм. Так, почти доехали. Наконец-то все. Не знаю, парень, может быть, помрет, конечно, фрилансер, но одну аптечку я уже на него израсходовал, поэтому не знаю, стоит ли, стоило ли вообще за него браться. Может, он уже безнадежно болен. Хотя шанс надо давать каждому. Я думаю, да? Потому что это было бы нечестно. Так, акт завершен. Боб Неллисон, пенсионер, мертв. Мартин Джарвис, Скотт Денман, фрилансер. Выжил. Выжило 4. Да, вот у меня один только пенсионер помер. Но он старый был. Получено 480 долларов. Отлично. Я рад. Очень. Похоже, тут никто не в курсе, что вообще происходит. Кстати, такое может быть. Локально только, да? Он будет в порядке. Ну и отлично. Так кто говорит, что я покусал? Хм. Сейчас еще не поверят. Я знаю. Ты уже понял, к чему это идет. Бери семью и спасайся, машинист. А, да. У тебя же приказ. Ну да. Подневольный. Пока, мужик. Да, здесь смотрите, все в порядке. Все хорошо, все спокойно. Всем до лампочки. Мир, брат. Да, да, да. Походу, это просто-напросто локально все. То есть в определенных городишках что-то происходит. Ты едешь в север, там все в порядке. Да вообще, как бы, ну ништяк. Не могу связаться с ними. Кстати, ты слышал странный шум где-то час назад? Да. Что? Ты здоров? Я не понимаю, о чем ты. Вот, я же говорил. Все, заговор. Прости, у меня много работы. Эх, на север маршруты отменили. Без работы и скука. Течку дай хотя бы. Фиксуешь этими штучками, дрючками. Славный денек сегодня, правда? Да капец, скажу я тебе. Ничего хорошего. Адон Тортон назначил тебе встречу. Сказал, это срочно. Хорошо, я приду. Выбирай выражение. Мы все ему обязаны. Сволочь. Это тоже можешь оставить при себе. Его офис на вершине завода Нибельхерс. Его видно из любой точки города. Не ошибешься. Пошел он. Тебя будет ждать водитель, чтобы доставить на завод. Спасибо большое. Я распечатаю бланк с кодом к твоему возвращению. Хорошо. Чтобы вас черти драли. Одежда сидит диск. Так, нам нужно найти магазик, чтобы хоть как-то раскочегариться. Да, здесь жизнь кипит. Смотрите, то есть вообще ничего не происходит. Вода. Вот. Полиция Ристоли по приказу Адама Тортона провела проверку и конфисковала одну тонну дробленного электрума, добытого нелегально заводом Скамнен, владелец которого пытались вывезти товар из города. Напомним, что любая добыча икс... Добыча. Электрума на территории города должна быть лицензирована и обложена налогом. Жаль, что спустя столько лет некоторые индивиды думают, что именно у них получится нелегально вывезти минерал из моего города. Сегодняшний пример напомнит им, что за это бывает. В городе бытует мнение о повышении смертности населения. Поверьте мне, я как ученый слышу эти сказки с моего первого дня работы в Ристоле. Нам нет никакого смысла держать людей в городе с ядовитой атмосферой. Это же просто невыгодно. Наша цель, чтобы каждый человек, добывающий электрум, прошел как можно более долгую и счастливую жизнь. Конечно. Рассказывайте сказки нам. Это я газету купил. Да, все понял. Цены на газеты растут с каждым днем. Скоро информация о внешнем мире будет роскошью. Так уже. Ему ничего за это не будет. Попомни мои слова. Он с завода. Что сделаешь? О, да. Он с завода. Если с завода, получается, то шишечка, да? Ясно? Все ясно с вами, ребятушки. Привет. Джек. Это к тебе опять? Вряд ли. Джек наверху, он покуривает сидит, да? А как туда подняться можно? Потому что он-то наверху, а я ничего сделать не могу. Здесь пройти не могу. Здесь авария. Сбили. Эмбуланс, он уже прибыла. Одна, пойдем сюда. И здесь я тоже сделать ничего не могу. Печаль. Понятно, идем дальше. Спасибо, друг. Игра, играй. Телефон. Да, на соседней улице есть будка. Играя с миром. Угу. Медицина. Так, аптечки две. Стоят они по 70 купить. Четыре на всякий случай. Закрыть. Так. Эмбул. Угу. Так, соточка. Купить. А, вот так взял. Давайте больше купим. А, я все скупил. Да, все скупил. Понятно. Я все скупил, поэтому ничего больше... А, прокат... Серьезно? Лазерный прицел и расширенная обойма. Угу. Лучше уж обойму взять. Да. Все. М? Ну, а почему бы и нет? У меня на сегодня больше нет дел. Ну и варить отсюда тогда. Что ты встал? Так, едишко. Так, едишко. Куплю. Я тоже вернусь к вам. Что за хипстер гуляет? Так. Вот, вот. Вот это было хорошо, грамотно сделано. То, что можно перемещаться еще и по параллельным улицам. Вот что правильно. Это точно. Это... Сто процентов. Мы еще закрыты. Если нужна комната, поднимись наверх. Да ладно. Перебьюсь. Ложка, сигареты. Сейчас продам. Все это барахлишко и все. Может, что еще найду? А здесь нельзя, да, пройти? Хитро. Оу, здравствуй. Куда уезжать? Зачем? Ну, надо ехать. Сматываться. Понятно все. Все с вами ясно. Господа мои хорошие. Какой-то гадюшник. Сегодня я попал на встречу со стариком. Он уже явно не в себе. Но то, что он мне рассказал о первом контакте, слишком важно. Мне срочно нужно попасть в то ущелье. Поезд на запад поедет только через неделю. Поэтому утром я выдвинусь на север. Так будет быстрее. Ну, понятно. Так. Так, у нас свободны две комнаты. Одна справа, но ее нужно еще убрать. Там жил какой-то псих. И одна пристройка на улице. Ну, там труба протекает. Можете осмотреться. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Так. Понятно. Там труба протекает. Здесь какой-то... Да. Гадюшник вообще. Вот тазики стоят. Смотрите. Поэтому комната так себе бичеватенькая, да, совсем. Ничего больше взять не могу. В общем, это не для меня. Идем дальше. Меня это совершенно не интересует. Пробежимся. Осмотримся. Ага. Лючочек не открывается. Привет. Еще один посетитель. Я есть такой, да. Что-то у нас... О, дед. Да, я застал его первое посещение. Меня часто просят рассказать об этом. Но я заметил, мало кто слушает по-настоящему. Думаю, спустя столько лет правдивая версия уже никому не нужна. Все началось с капсул. Они падали с неба. Вот как я и предположил, правильно? Одна из них упала в квартале от нашего дома. Газ из этих капсул делал что-то с людьми. Хорошо, что ты это уже знаешь. Но есть одна деталь, которую часто упускают. Не на всех газ действовал одинаково. Прости, я не могу долго говорить. Понятно все. Мемуары воспоминания о посещении. Ко всем, кто перебирался с зоны посещения, тут относились ужасно. В первую же ночь местные ворвались в нашу палатку. И напали на нас. Моего отца тогда забили до смерти. А мать утащила куда-то... Мать утащили куда-то, и больше я ее и не видел. Оказалось, никто из местных не воспринимал всю эту историю всерьез. Они думали, мы простые мигранты, прибывшие в поисках лучшей жизни. Но через месяц к власти пришел Вермонт Уайт. Ясно. Все понятно. Дай-ка твой сейф скрою. Вы тоже к моему деду. Он у себя, только, пожалуйста, недолго. И не спрашивайте про переселенцев. Его себе сильно досталось в те годы. Уже все спросилось, что надо было. Нам потырить ничего нельзя? Нет. Ладно, идем дальше. Солнце. Озолотилы верхушки деревьев. У-у-у-у. А есть что-нибудь, чем поживиться? Опаньки. Привет. Эм. Ты не мог бы закрыть дверь, пока нас не увидели? К сожалению, никак. Куриц сидит. Балуется. Отлично. Лючок я открыл, если что. Ничего взять не могу. Понятно. ладно телефончик печально занято или просто-напросто не работает то есть нет сигнала обычно тоже гудки идут тогда когда линия оборона либо замыкает зеваки смотрят из окон так но вперед на встречу с этим человеком с этим директором или кто он там не не знаю управляющий командир ли почетный поехали ну привет добрый день вы записаны сейчас посмотрю так да мистер тортон вас ожидает проходите вот тортон так что у нас здесь лифтец так что-то изучает что-то делает этот энергоблок питает не только заводной весь город нужно очень внимательно следить за его состоянием если одна из сторон перегреется может произойти необратимое вот видимо химичили химичили и где-то что-то рвануло и упали капсулы и может специально тестировали какое-то сверхоружие делали не знаю мало ли я знаю не переживай частицы электромейз шахт не пропускают радиоволны поэтому люди тут не в курсе происходящего этот туман награждает их от внешнего мира к тому же они пока избегают этих мест но это уже тебя не касается что предупреди если так хочешь но они вряд ли тебе поверят лучше перейдем к делу времени в обрез по договору с советом в случае второго посещения обязан дать энерго ядро завода чтобы зарядить им стража совет должен был предоставить транспорт но я думаю ты уже понял что твой поезд это единственное что еще на ходу я отдал приказ прикрепить энергоблок твоему поезду так что лучше поторопись через блокаторы конечно не перепрыгнуть но это уже твоя задача скоро увидимся ты какой ушлый вся надежда на наш поезд ну что это такое но также не годится но что вы как не люди то прям поступаете то вот свинство то мне у стража перезарядить конечно надо но опять же нет может быть может быть конечно же виноват и торнтон в чем-то но опять же это спорный вопрос это спорно кто причастен за сброс капсул либо их все-таки с неба откуда с космоса бросали либо либо кто-то специальный из правительства этому ты чтоб посеять смуту так все здесь смысла нет ну чё дед груз уже прицепили хорошего дня капец спасибо а блокаторы так секунду секунду секундочку вот джошуа бенсон начальник у станции ристоля подтверждение кода для балкаторов 5 8 9 4 окей 5 8 9 4 5 8 9 4 вперед ну поехали чуть-чуть хорошая задумка интересный сюжет скажу я вам о бухарь алан гейтс куда ты сказал мы ее метрополь всегда хотел туда попасть посмотреть на стражи например говорят когда его двигатель запустится это услышит весь мир надеюсь в этом не будет нужды ухты вот это красоты так еды давай на поешь хочешь узнать почему я пью да уж конечно очень хочешь нас переселенцев с детства ведь притесняют на каждый чертов день это нельзя то нельзя погоди так надо а а что-то вроде бы догоняю как это делать цена влево но я это сделал зажигаем потихонечку так надеюсь он там не помрет щита я пока не догоняю чё происходит ёкало м на это кац кнопка не подсказка капец блин сейчас еще вот это умрет да я вообще не сразу понял не интуитивно тащите вниз там назад вперед стерли в пыль и не одну мою ведь и ладно если бы это было другое государство сверхдержава какая-то но ведь они пиво бы сейчас там какой типе усиди уж тим ленинг оператора тим пожалуйста хоть какие-нибудь новости сера прости друг я застрял в метрополе они никого не пускают сюда так что год президент а ты не слышал арманд уайт пропал несколько дней назад сейчас урлят только совет зашибись все очень сложно короче сливаются потихонечку те кто ответ ответственен просто в тихую это делают внезапно причем либо там смерть разыграть либо еще что-либо похищение какой-нибудь и так далее и тому подобное что ж друзья на этом я предлагаю серию закончить очень становится интересно отличнейшая задумка отличнейшая подача сюжета будем разбираться будем играть final station хорошего настроения пока пока